Сегодня во сне видел одну сестру с нашего собрания, не буду говорить кто. И она идет, я не знаю как это было, я видел, но... Но во сне, знаете, всегда можно увидеть такое, что в реальном мире такого не бывает. Она была одета, но я каким-то образом видел, что у нее какая-то туировка разноцветная. Вот начиная вообще вот отсюда, вот так вот, пол груди, пол спины, большая такая красно-синяя, ну такая красивая, там какой-то воин или что-то такое. Ну то есть вот, вот так вот все было. И я думаю, ого, вот это она осмелилась такую вообще себе залепить штуку. Ну там ладно, если не видно, маленькая все будет. Но вечером перед этим я получил одно откровение. То есть этот сон, он был как объяснение, духовное объяснение. А откровение было такое, что у каждого из нас есть свой цвет в духе. Мы все разноцветные. То есть в духе мы не выглядим вот так, что все кожа там бледная, ну вот такой вот, похожий. В духе мы все имеем разный цвет. Иногда это сочетание каких-то цветов. Но у нас есть цвет. Но в духе цвет несет в себе энергию. Несет в себе послание, несет в себе откровение. И в духе свет это оружие. Цвет. Не свет, а цвет. То есть если здесь там может быть, о, белая футболочка, нормально. То в духе цвет он говорит. Он может убить вообще. И может излечить. Понимаете? То есть он может строить и может разрушать. Цвет. Цвет. И вот цвета, они бывают тусклые. Заметьте. Вот есть такой, вроде бы красный, но такой тусклый-тусклый, выгоревший на солнце. Некрасивый. Нам он не привлекает тусклые цвета. Нам нравятся яркие цвета. И вот когда там хочешь, хочу себе красную машину. Мы же не будем искать такую тускло-какую-то розово-непонятную. Что-то такое вот выгоревшее. Мы ищем и эти цвета, кто видел их, ну когда вот красят машины, там такой сложный подбор. Ну то есть это не так, что купил банку и покрасил. Так вот в духе у нас есть цвета. И чем больше в нас открывается Христос, тем ярче и активнее этот цвет. Я бы сказал радиоактивнее. Я хотел принести, забыл, к сожалению. У меня есть объектив на фотоаппарат, который я купил. Он каких-то 70-х годов, и он радиоактивный немножко. Тогда наносили какое-то покрытие на линзы, и оно фонит. То есть если вот меряет радиацию, возле него есть радиационный фон. Но он настолько небольшой, что в принципе если вот так отойти от него на полметра, тебе уже эта радиация не будет. Это только если его там под сердцем носить, оно может начать влиять. И соответственно, когда я его покупал, мне сказали, лучше нигде в самолет не брать, потому что будет сигнализация радиоактивная тревога. Тебя, ну, будут... Долго будешь объяснять, что у тебя там объектив, а не бомба. Поэтому... И вот, смотрите, радиация, она бывает разная. Бывает такая, что... Вот только если совсем уже вот так ты вот... Вот уже вот так с человеком сблизился, ты понял, кто он. А так ни рыба, ни мясо, ни соленый, ни какой-то теплый такой, ни ясный. А есть радиация, которая там в радиусе километров, и сотен километров стоит радиационный фон, который пропитывает насквозь тело человека, если он туда заходит. И радиация всегда вызывает необратимые процессы в теле. Так вот, чем больше в нас Христос, тем радиоактивнее мы становимся. Вот в этом смысле. То есть, мы не все... Если я война, да, или я любовь, или я там послание, или я победа, это начинает просто бить человека при даже легком знакомстве, контакте. Вот как было с Иисусом. Он заходил в синагогу, а бесы начинали орать, хотя он никого не изгонял, и никого, руки не возлагал, и не принуждал, да, из-за тебя помолюсь, да не надо. Как у нас бывает. Да ты одержимый, да все у меня хорошо, что вы пристали. Да я еще вижу бесов тебе. Да ничего во мне нет, я что-то. Он заходил, и бесы начинали кричать, знаю кто ты. Почему они это делали? Вот эта энергия, вот это помазание, мы его называем, это, можно сказать, еще одна грань Божьего помазания на нас. Вот с этой стороны можно посмотреть. Они не могли там просто сидеть тихо, как сидели. И они выявлялись. То есть в людях просыпался этот зверь, вот о котором мы читаем. Они раз такие, вроде бы, набожные, братцы, уже давайте его убьем. И потом собрались, говорит, как бы нам его погубить? Давайте как-то обманывать будем, ну обманем его, и там подошлем к кому-то. То есть люди уже шли на любые вообще ухищрения, чтобы только его уничтожить. Так вот, я увидел, что вот этот свет во сне на этой сестре, это вот как раз вот, это четкость призвания вырисовывается. То есть когда есть такое мутное, непонятное, что там у тебя, синяк или послание какое-то? Или ты просто упал с кровати, да, ночью? Поэтому, когда вот мы, как церковь, начинаем расти, представляете, мы становимся разноцветными. И он может рисовать уже, используя нас. Вот ему нужна там зеленая краска, Сережа, иди, давай сюда. Как это, палитра, да, называется? Потом нужна какая-то черная, а кто-то там, например, черная, да? Вы говорите, а я черный, я хотел быть тоже каким-нибудь красненьким, розовым, пастельным каким-нибудь. Но черная краска такая важная, она всегда создает контраст и акцент. Над черной краской можно, ну, добавить тонов в любую краску. То есть она тоже, но иди сюда. Поэтому черной всегда много дают, вот, когда краски. Есть какие-то такие эксклюзивные цвета, и там, ну, чуть-чуть, да, или раз в году что-то мазнуть там. Вот так вот. Поэтому мы цвета Господа, и мы должны быть яркими, сочными, насыщенными в плане духовного послания, энергии. И тогда, соответственно, этот цвет начинает работать. Но тема сегодня не об этом.